так ставлю новые проростки нету крышка у меня на хочу такой большой контейнер из под салатов я сохраняю их очень классно еще без дырочек делают очень классные вот то есть я сейчас накрою стречевой пленкой убираю в темное место буду опрыскивать все время на прорастет и станет вот такой вот такие проросточки получится гречневая это зеленая гречка ну то есть не жареная гуляем с никой погода у нас слышите птички поют с утра еще прохладненько но думаю будет очень классно синоптики обещают уже потепление надеюсь уже будет так как на выходных каждый день сказочная погода для меня вообще просто сказка недавно лежал снег да тут волшебство и уже все вот смотрите цветет скоро будет цветет живу руль очки везде полным ходом живут вот 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 пару дней и и и выстрелить красота такая сирень уже все кустики просто сказочное какое-то волшебство так ника у меня все отказываются туалет делать ходит вот это только все вместе отметит метит 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 ну и все не буду с ней гулять раз она только метит пойдем домой и гайди ко мне ко мне иди сразу как говоришь ко мне она сразу ищет где собака типа если ко мне значит где-то собака ко мне говорю ко мне не к ко мне сядь не помню вчера показывала или нет нет я не показывала муж помыл окнам тулень и стирала мы только помыли окна здесь и у детей в комнате старших потому что надо было уже ставить вот эти сетки на окно ну естественно поставить сетки на грязное окно а потом мы чего когда-то нет смысла рычи решили быстро помыть мы лишь фаброй которая покупала в эпицентре вот такая с одной стороны там поролончик с другой стороны резиновая чтобы воду снимать муж еще с машины брал резиновую дополнительную штуку так помыл кое-где вижу конечно недостатки но на это все плевать я хотела окно чистое и все принципе я бы его и не мыла если бы сетки не надо было ставить я окна не знаю есть люди драют окна каждые три месяца до 23 месяца той каждый месяц драют окна нет у меня первых девятый этаж поэтому как бы конечно если жить на первом этаже маной видно по-другому совсем у нас тут окна и не пачкаются так принципе сильно вот ну короче по моему муж окна он мне не разрешает мыть потому что я туда не вылазила а он тут с пола рукой достает туда высоко плюс шваброчка ну короче такое так что большое ему спасибо помощь для меня это велика ушел окна мыть сами знаете тяжелая работа плюс он всю зимнюю поскладывал честно скажу мы обувь всю не перемываем вот честно вот вот вам от меня в этом спрашиваете многие как там справиться со всем он просто не надо с многими вещами заморачиваться некоторые обувь которая не очень грязная мы ее прямо так вот и складываем как есть вот все равно ты ее потом достаешь ты ее потом мажешь кремишь прыскаешь чем-то короче вы видели сколько обуви если ее все перемывать то это можно умом тронуться нет конечно можно было загоняться и сделать это все ну нафиг надо ну уже если так коротка поэтому мы там то что была грязная промыли и там замшевую обувь я прочистила промыла а так не я не парюсь вообще какая разница вот главное она сложена главное куча обуви нету лишние теперь под ногами и конечно же куча обуви достали летний и весенний вот ну что какие у меня новости хочу хочу из обуви хочу себе лоферы и хочу новые сайконе кроссовки черные такие как у меня старенькие только новые вот я сейчас подумать голову не очень очень рано уехал на работу вот потому что потому что ему нужно было сотрудника подвести ну как получилось этот сотрудник не совсем живет он типа типа рядом возле нас знаете такой вот типа но это знаете как другой район вообще вот и мужу моему пришлось сегодня встать в пол седьмого вместо восьмого на час раньше чтобы поехать потому что пробки и все такое вот ну короче даже сейчас локдаун да в принципе фирма им оплачивает кого нет автомобиля оплачивает такси и они ездят на такси там кто рядом живет они вместе компонуются там по дороге такси подбирает короче ну чё-то этот мужчина он не очень молодого возраста видно он то ли ни с кем особо не общается то ли не додумал сам короче попросил моего мужа муж сказал говорит я вот это сегодня еще свожу потом говорит все потому что извините ради кого-то вставать на час раньше тоже знаете спешите у нас пробки ужасные сейчас киеве куча дорог ремонтируют все ремонтирует из-за этого огромные пробки так меня просили рассказать о моем детстве вот не знаю я еще думаю насчет этим насчет этого видео как как его как его так обыграть до чего его начать даже не знаю даже не понимаю о чем рассказывать вот честно не очень интересно мне детство было но именно чтобы именно интересное такое что-то рассказать мать и какие-то воспоминания не всплывают но в процессе какой-то там не знаю процессе жизни всплывают всплывают воспоминания ну а так конечно не знаю наверно сухой получится рассказ тела его вставить в этот лог ну нет подумала подумала и решила что нет скорее всего если надумаю то сниму отдельным видео вот смотрите внимательно мои влоги и я много чего рассказываю дать своей жизни но есть моменты которые я бы не хотела озвучивать потому что они связаны с чужими людьми вот им не очень я хочу ты вообще есть моменты которые мне просто неприятно чем буду сегодня заниматься виталинка сейчас занимается в зуме на уроках ника храпит спи спи и уже выгулили вчера не показала вам стол который был накрыт утка курица короче мы вчера объелись вот но я себя остановила во время уже знаете не вот тут было а чуть-чуть вот тут было и я успела остановиться вот но было очень вкусно еще там пол курочки осталось уже дала сегодня на работу салат и курочку и даже чуть-чуть картошка получилось просто в утином жиру это просто сказка вот так киевский торт вчера был по какому случаю по случаю то что у нашего брата был день рождения день рождения значит но у него ему 40 лет вот так как 40 лет не празднуется то он купил торт и убежал праздновать с друзьями ну вы поняли меня да вот и ну а я ж купила утку думала мы поселим но короче он убежал не не сидели мы торт купил якобы детям вот я ему сказала будет и купе говорю хороший какой-то или киевский или праздники чтобы нормально если нет возможности лучше не покупай ничего вот так что такие дела ну что сегодня настраиваю себя убирать балкон потому что потому уже скоро можно будет переехать туда жить ну это я так смеюсь но мы летом вообще мы как сделали балкон но то летом я не помню по моему показывала мы спали там вот и уже можно с мужем устраивать романтический вечерат на балконе вот то есть и сидеть там могут наслаждаться у нас вид красивый на центр киева вот так что чайок или там например пивасик или шампусик или венчик или вообще ничего не пить вот ну вы поняли меня дам а там виталинка выкидывала свои игрушки просто там получается у нас квартира сыра и там тепло окно мы отодвигали все игрушки и сюда и там еще коробки от посылок почему-то я накидала ну а почему я накидала коробки от посылок потому что кое-что я в них складываю гараж иногда вывозим поэтому я не выбрасываю принципе жалко нормальные коробки выбрасывать картон бумага глаз зачесался поэтому даме коробки и игрушки просто она просто его надо сложить в определенное там на балконе место вот и все будет я сегодня кстати все плохо чувствую не знаю с утра ночью болел сбок правы сейчас вот у травме сердце болело ну я думаю сердце тут вот эта часть я болела такая тупая боль не неврология не знаю и опять палец не имеет на правой руке но я к врачу не пойду честно не хочу и вот она все будет хорошо сейчас пойти к врачу 33 болячки найдут погонят по всем кабинетам по всем анализам сейчас коронавирус я не хочу вот нашу соседки родители тоже в селе заболели получается это нашего брата друг вот его родители нашем подъезде и скорее всего что они с одной работы это всю болячку принесли вот и там родители короче далеко очень 300 километров от киева переехали все уложить это мама в реанимации лежала папа там вообще осмотит тоже осложнение тяжелое состояние короче говоря не очень хорошая как бы обстановка не хочу лазить по больницам хотя мне нужно попасть двум врачам но это не мне если буду ну если пойду то расскажу покажу и в мае мы записаны опять к автодонту так что он все равно придется с детьми ходить а еще если я пойду так не хочу если я пойду меня сейчас вообще потаскают полной программе я вам серьезно говорю вообще во все дырки во все щели врачи будут заглядывать поэтому я просто знаю что я пойду мне будет там все назначать все что можно рентген и узи и крови и все остальное мрт и и так далее так мне сейчас мне надо помыть голову и вы видите опять свет красивый смысл который мне покрасилась и прям вообще расстраиваюсь я знаете что сделала я капнула каплю тоники в литровую банку воды разбавила водичкой сейчас посмотрю может еще добавлю водички хочу в конце смыть просто смыть голову потому что если с маской с разбавляю у меня получаются синие пряди мне не нравится вот сейчас попробую так сделать пойду по мою голову сделаю масочку себе вот потому что маски все-таки вот никого не слушайте то что рассказывают что магазинные маски не никаких результатов не дают все дают все отлично все красиво результаты супер классные вчера я проскрабила проскрабировала лицо сделала масочку мне подписчица высылала вот пленка до маска гель маска а не застыла ну вот я ее просто удалила вот потом я сделала себе гель маску от эйвон старую тоже она не застыла вот ну так частично застыла частично нет я ее снимала вот и лицо у меня было шикарное ну конечно скраб он дает свою плюс вчера я делала скраб обычные магазины не с соды но соды тоже очень хорош вот так что занимайтесь лицом маски вообще классно и магазинные и домашние чем больше тем лучше на херби хочу заказать витаминчики и и все на тысячу там где-то гривен я накидала себе витамина у меня опять все слетело и опять пустая корзина надо опять заново входить квартиру надо заплатить но пока за квартиру не приходит эту по домофон оплатила так ладно то наговорила уже вам на 0 лякала пойду я сейчас делать голову мыть буду делать маску для лица сейчас не хочу заниматься сейчас уже вот вот урок надо будет подключать конференцию и я как раз пока подключу пока туда-сюда половина времени пройдет с маской вот масочку подключу пойду урок и придется сообщение ох это дистанционка как по мне мне бы лучше знаете задание высылали просто по лагеру из книги да и все первый карантин был замечательно очень тут это сидит она на этих уроках 30 минут и бегаешь туда-сюда туда-сюда как бы сделал когда тебе удобно да и все вот масочку показала такую вот зеленая аптекам печет очищающая успокаивающая сейчас перестанет печь не пугайтесь если что давно не делал эту масочку шло сообщение все пошло подключать я успела нанести включать продолжим маска впиталась буду удалять вот этим спонжиком думать голову не знаю вообще ничего не хочу делать сегодня сил нет почему-то усталость погода пасмурная поэтому все умылась теперь голова вот так разбавила аж страшно блин только ванной помылась а будет все грязное вот добавила еще воды все сейчас мою голову шампунь последнее время неизменный вот этот живица и только им я мою голову мне очень нравится но дочка сейчас полюбила его очень сильно поэтому как бы меня еще в запасе одна баночка не обязательно еще куплю в эпицентре он продавался сейчас эпицентр закрытый в кишени он у нас продается ну на майкапе наверняка есть вот так что хочу вообще избавиться от некоторых продуктов и оставить только только любимую например мы очень любим этот палмалев гель такой вот любимчик вот этот гель для душа всегда тоже покупаю вот такой косме это лимонный кекс боже как он пахнет у меня он больше как выразил но я очень люблю вот это тоже классно пахнет шоколад такой клубника нет шоколад именно конкретный кислинка есть чуть-чуть на клубнике и принципе из любимой гели по-моему это все а нет еще есть дуру гель сейчас его у меня нет нигде не могу найти с оливкой гель дуру для душа с оливкой вот это вот получается 4 геля да для душа вот и ну еще а нет еще я люблю еще сейчас у меня 4 3 да ну плюс еще фаут этот если добавить с оливкой и еще очень-очень люблю чистая линия я с мятой но его нигде не могу найти нигде могу найти вот с клубникой видела с чем-то еще видела вот с мятой нет очень классно он такой зелененький в длинном тубе так что в принципе что пять гелей у нас на сегодняшний день любимых вот этот вот заканчиваю ой что-то тут у меня потопы льются вот такой вот я хотела его мечтала о нем итальянский по-моему но вообще не впечатлил честно с запахом банана да запах банана есть но нет не подобается этот тоже надо закончить фа так взяла его по скидке вот вот такое знаете не тянется ну как совсем вот запах не тот вот очень хорошие гели качественные дуру хорошие хорошие так что еще мне надо заканчивать ну вот хочу закончить вот эти вот маски старые скидки тоже это пленки маски надо их закончить все заканчивать хочу вот этот тоже мне не понравился скатка потому что у меня пушковые волосы на лице и оно закручивается хорошие эти классные вот этот маска я ее берегу по-моему обещала видео снять про свои маски но у меня их сейчас не так уж и много возможно даже сегодня вам отсниму потому что видео будет не очень длинное я кстати вам только выложила влог на сорок по-моему в минут так что любителям длинного наслаждайтесь вот приготовила горшок пролила водичкой и хочу сюда базилик посадить вот и все все моем голову так ну что пролила этим ну швы хотела сказать кожа точно покрасилась да есть чуть-чуть видите особенно вот тут видно на таких высветленных зеленца появилась ладно будем экспериментировать ну в любом случае я сейчас довольна что и в светлой покрасилась как мне не писали что у меня хорошо темный ну я возвращаюсь светлой нравится у меня вот такая тоника 901 каплю на пол литра где-то воды ой так все зубки почистила у меня зубки я говорила сейчас пастой редко чищу кстати сейчас покажу вот эта вот зубная паста очень понравилась лесной бальзам хорошо действительно отбеливает она от воды сейчас почищу уши любимые палочки опять же вам рекомендации веве продаются такие greenway вот деревянные они бамбуковые и вата на конце шикарные не ломаются уже покупала более дешевые вот такой штучки тут 80 штук и они дешевле стоят но они 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 не бамбуковые по-моему они деревянные потому что я сравниваю с этой и они если при надавливании могут сломаться но дешевле это стоят это вон 80 штук они там стоили а здесь 100 штук ну все экологически видите упаковка такая я их обожаю вот так что очень рекомендую вот сейчас пойду от феню а нет еще лицо никаким кремом не помазала помажу обычным кремом вот этим вот знаете привыкла к нему сначала как-то мне он жирноватый был а потом увидела как им пользоваться много нельзя наносить но зато он очень экономичный очень вот это полбанки я всю зиму его вот использовала а он чтобы поставить в холодильник и оставить на зиму в принципе он мне сейчас еще подходит летом вы знаете кто меня давно смотрит летом когда уже жара я перестаю пользоваться кремами какими-либо вот так что в любом случае я могу там и только на ночь надо вот этот добить алоэ вера для лица ночной но в принципе ночью возможно буду пользоваться ну вообще летом я перехожу на вот на гельчики всякие на крайне случаи маски не чем чем не пользуюсь он годен до 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 6 числа 21 года блин надо закончить потому что я боюсь его не закончу возможно даже его повторю когда-то вы знаете я так приятно довольны последок года он годен если у меня срок будет позволять я его ты его наверно в любом случае даже срок не будет позволять беру слушайте не могу открыть эту штуку открывать здесь как и и здесь крыло что у нас тут есть интересного джерма не джерма не корма и корма и корма и корма и так да глицерин беду расперму беду расперму что такое какое-то масло очень большая шикар левица где что срок крем то легкая форма быстро впитывается не нелегкая форма не быстро питается видео там есть на лице там чувствуется номер партии вы кажется ты до дата в родной садовуюсь на упаковке потому что на этом было на картонной бумажке ну что не буду знать срока будет легче не может еще ниже там бумажка есть какой-то слушайте так плохо сделано вот эта штучка я помню вы его не так оттер и быстренько раз и снял здесь вообще смотрите под низом явно вижу что там есть еще до бумажка потому что буквы пропечатаны с другой стороны и я их не могу напополам сделать странно короче срок я не нашла не нашла это что лесу 21 год ладно хорошо выглядит этот крем на запах и не виду храни у меня апеллятор здесь раньше не бритва была бенус по моему джилет бритва и думаю такую не пользуюсь потому что очень дорогие эти штучки а вот нашла вот эту использую для ножниц с этого всего остального так кремик под глазам и все не знаю что делать между уборкой и полежать как вы думаете три часа у виталины будут английским после трех уже не знаю успели я убрать успею и сегодня наряду не буду готовить потому что у меня там чуть-чуть курочки осталось детям мужу сук на вечер есть на после работы если что там и шинка и короче такое пойдем посмотрим сделаем ревизию холодильником к не пугайтесь а то тут меня на выходные дома не было тут все что хочешь может лежать а вам этому с мужем пойдем вкусняшками еще в пятницу не гуляли особо вы видели да как мы гуляли не особо вот эти колбаски сурок мы взяли вот себе сейчас загляну что там у нас есть что это у нас есть о мишель надо сыну сказать это два сердца надо их наверно забросить в морозилку посмотрим сколько супа потому что мы нарвали крапивы с перловкой суп мужу хватит витали не хватит и даже мне хватит поэтому суп сегодня не готовим это виталинки на желе такая крапивка у нас будет больше зеленый поэтому следующее буду варить зеленый борщ там пол капусты блин опять положили у меня сильно этот холодильник он уже старенький он сильно морозит видите вот это лед вот хотя на двоечке стоит так здесь чеснок прошлогодний по вылазил у свекрови такой маленький она нам отдала там морковка свекровь дала банку огурки березовый сок это косточки спасибо свекрови за все души и как бы твои забыла боже мой девочки аж потерялась и чесночок и огурчики и сок березовый спасибо огромное там филешка стоит размороженная сыну жарил так что если шуфеле можно мужу завтра на работу отварить да и все правильно так я не помню сову показывала или нет виталинки новый шедевр сейчас она дорисовывает еще картину так и смотрим что у нас здесь здесь полным полной еды салат один тут салат тучи девочки короче ничего не буду готовить париться в этом плане на балконе надо убрать сегодня либо счастливы после обеда как хочу я надо убрать этому же вот продукты пчеловодства хранимся в холодильнике кстати чем не пересыплет баночка пустая так и стоит короче вот так вот холодильник да понятно и морозилка конечно же у меня забито так что можно что хотите песто фило еще лежит мое еще слоеное лежит короче тут куча даже колбаска сладкая мясо полно я вам не часто показываю холодильник домашнее мороженое сын так замотал душа крышка сломалась всего всего куча перец буду больше варить добавлю красный даже бульон у меня есть готовы уже какие-то рыбка этой кошки мясо куча всего здесь у меня рыба тоже красногласа вот хватает всего здесь здесь освободилось очень много места потому что огромный кулек ушел на дачу уехал собакам есть тоже без кубрии на следующую заморозку я вот это тут когда размораживаю все по подписываете свинина кусочками 2 курицы еще можно зажарить на следующие выходные это у меня все фрукты здесь а здесь по моему этот как она калина я хочу на водке настоять как во львове делают калиновку попробую сделать тут у меня помидоры перетертые тоже больше идут колбаска замороженная домашняя короче еды валом девочки хватает не будем сегодня париться и не готовить не будем готовить вот стирку сейчас поставлю потому что муж вчера смолой баловался штаб прижал новую к себе и кровь с носа пошла и также сильно шлашу просто вообще кстати играли вчера ну естественно вот муж молокно то я все цветочки тут по перебирала вермикулит подавляла ведь этот он какой какой где сверху вот тут я мне в некоторые цветы где получалось то я перемешала его здесь сверху ну потом добавлю отсюда землю добавить можно перемешать видите здесь некуда землю здесь некуда я здесь не буду уже перемешать моя гречка видите как выросла уже сегодня мужу добавила в салат так что очень даже знаете выгодно из такого количества даже себе салатик можно приготовить я уже сегодня посадила сейчас буду промывать я ее промываю водой и рукой придерживая сливая это кстати мы дикую грушу нарвали паростки вот кончики и очень классный часть во первых очень полезно почитайте чай такой красный насыщенный вкус такой копченые груши вкусный очень сегодня уже посадила я еще салат такой вот на проростке посадила редиску на проростке вот и брокколи уже несколько дней посадила она уже проросла чуть-чуть короче говоря проращивая мне нравится хочу посадить сегодня базилик кстати ашановские вот эти вот семена очень хорошие базилик зеленые хорошо они очень прорастают я вам прям рекомендую и цена 290 самая дешевая из всех семян вот базилик хочу посадить в шок вот и еще мяту хочу посадить в шок посмотрим как она вырастет на мечта горшков нету и все в хорошо вывозила надо поехать опять гараж мужу там надо поменять внутренность колеса вот этого в резину внутри которая камера вот не банки туда отвести и заодно горшки на одну возьму если бы не примите знать какая пришла классно если бы в гараже сделать этим посадить там растения возле гаража интересность посадить кто-то будет лазить там трогать нужно было прям взять вот эти ящики знаете были не жалко сейчас ярмарок нету можно на базаре пойти посмотреть ящики деревянные или даже пластиковые по застилать их кульком или фольгой какой-то не фольгу а целлофаном туда землю насыпать и посадить туда мяту можно было базилик интересно мне прям идея такая возникла можно конечно на крышу гаража туда так лазить тяжело на же виноградом все заплетено а тут рядом возле гаража боюсь что туда это писать будет бегать мужики еще носу туда в горшок а в гараж поставить там темно вообще так расстроилась слушайте я вам сейчас расскажу что расстроилась там на выходные смотрела цены на недвижимость по киеву давно дачи дома и нашла два два или три дома в пуховке и в зазимье это очень близко возле киева это вот вообще считаешь в киеве до затроещины вот сразу вот и там десна и лес все есть как мы хотим вот дома конечно фигуры но можно сказать летние домики такие как мы отапливаются электричеством электрическая плиточка там да но цена 19000 вот там земля стоит но больше двух двух тысяч долларов за сутку то есть если посчитать только землю то там выходит эта цена вот и ну плюс еще все-таки летний домик это бонус можно дальше строится но уже есть где находиться и конечно же конечно же можно вообще не строится принципе у нас есть огромная палатка да такая на две комнаты можно приезжать ставить ее находиться в ней там вода есть колодец есть к свет есть принципе но я нашла очень классный дом там же за 21000 то есть на 2000 долларов всего лишь дороже трехкомнатные уже готовы жилую прямо вид нашу живой там не мебель нам за будут люди забрать или нет меня это не сильно как бы мебель их на и нужно вообще не нужно сейчас нам лучше забрать вот ремонт такой тоже там обои типа все такое знаете разноцветная расцискованная с кусочком но тем не менее она ухоженная потому что если красили обои выклеили обои красили там стены красили потолки красили двери то она хотя бы не разрушалась то есть на первое время приехать жить даже пусть она там тебе не нравится но она есть вот это очень большой плюс кого-то там уже постепенно можно наводить красоту у меня сейчас прямо вот в процессе разговора с вами прямо мысль возникла одна которую не закидывала одна из подписчиц вы просто понимаете вот это вот дом который я увидел это вообще такой просто единичный случай 21000 так близко от киева в таком месте может конечно мы там приедем там какие-то свои нюансы будут но я вам скажу так в этом месте дома но если за 50000 за 30000 это даже я не видела вообще 100000 где-то дом там стоит там очень дорогая земля там конкретно живут люди это не забитое село это очень близко от троещины это город киев вот это очень очень близко и тому же и там хорошая природа где-то там даже тина караджи нету и наша машина в кредите как бы еще полтора года кредит никак не возьмем я вчера кинула даже ну я так мечтаю если бы где-то кто-то одолжил двадцать одну тысячу до долларов но может быть не 21 может мы там поторгуемся и за 19 до или за 20 строимся если вы какой-то человек нам на три года одолжил двадцать эту двадцать эти тысяч долларов да вот то я раскинулась три года это по 500 долларов каждый месяц надо платить тоже не маленькая сумма я хочу сказать это без процентов это просто если кто-то должен не банк конечно это большая сумма 21000 но это конечно капитал и уважение крутое было бы для нас и я вам хочу сказать если бы мы купили дом возможно мы тогда бы быстрее продали бы эту квартиру и просто с этой квартиры я бы купила дочери квартиру мы бы с сыном и свиталинка переехали бы в дом вот такой вариант до возможен вот дочки купили бы за эти деньги чтобы продали квартиру короче пишите девочки своим мыслям на эту тему что вы думаете там тоже но это сейчас вспомнила это за комментарий когда подписчица писала ну кто в курсе тут в курсе да по поводу финансов и поддержала дата меня этом начали писать да вы что у нее даже тысячи подписчиков нет а вы уже хотите идти по помогать там туда-сюда но я конечно не поддержала хотя в принципе и ничего такого не вижу в том что она сказала ну подписчица меня поддержала очень даже позитивно я вам хочу сказать все таки я выкладываю ролики стараюсь и даже сейчас очень много времени на это трачу поэтому работа как говорится должна быть оплачена ну не кидайте меня тапками я все равно буду снимать вот все нормально просто очень захотелось вот этот трехкомнатный домик потому что я вам говорю 19 тысяч домик стоит считая одна земля ну там летний домик и 21 а я вам не сказала что он или двенадцать или пятнадцать соток там и три комнаты вот это вот кайф понимаете там бы мы уже хоть бы развернулись конечно а маленький домик взять за 19 или двадцать одну тысячу заплатить за трехкомнатной разница большая захотелось мне да этот дом очень но если конечно на то что я себе представляю они приедешь там где-то тут написано полчаса наши у нас вечно мы столько домов пересмотрели вы не представляете приедешь такой надеждой едешь-едешь приезжаешь село классное дом где-то на хуторе таком просто забытье что вы знаете там миску никакую с тарелкой не оставишь на улицу все сопрут понимаете или там приедешь пишут дом там деревянный обложен там приезжаешь а там вообще холопа какая-то ну то есть бывает так сфоткают красиво что на самом деле не то но это я думаю на самом деле то вот но но денег нет все ладно будем мечтать думать дальше возможно я сделаю то что мне посоветовала подписчица закидайте меня тапками кто против конечно я думаю не все поддерживают все раз люблю целую всем пока но это не пока временный порыв продолжим позже как всегда последнее время салатик мы тут листья салата обычного руккола перчик чили помидоры черри огурчик и заправка масла соль бальзамик и лимонный сок очень любили полюбила лимонный сок салатах и опять захотела очень гречку вот очень очень речечка такая опять разваренная вот и сосиска это одна но она напополам разрезана потому что длинная в кастрюлику не помещалась так что такая вот еда у меня там громко на заднем плане стираются куча куча кроссовок стираю сыну две пары дочки одни мужу одни и одни свои потому что подзасрались за выходные вы только постирала они в лесу запачкались что стираю и сейчас буду кушать а чё так плохо показывают вообще плохо видно мутно на ежей не видно шута у меня шута режима f нажала автофокус уже тут 2 вообще не видно ничего глянь потому что что это такое почему-то не веди собаку туда не фокусирует даже близко посмотри странно почему какой-то это не хочет и сюда он все будут разворачиваться через три года вот здесь мне дышит 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 вылез мне какую-то палочку спрячем свет свету спрячем что на цвета не развернется если этот фонарь светит я взяла помидорки и перчик один салат перчика захотелось по 100 килограмм но все равно полин помоги мне открыть вот это помоги как открыть вынимай потихонечку так кашу взяли вот такой вот этот раз попробовать потому что то что мы брали по 70 гривен это по моему 40 да что-то такое можно было ну ладно назову они три чем-то не лаваш взяла сын любит шаурму сам делать дома киви у нас закончилась от турки шоколадку и виталинка себе киндер палочки взяла так вот такие булочки буду пиццу булочкам делать у меня красфеле размороженное то есть сырки плавленые огурчики взяла закончились тоже это артур любит зефир такой бананы и что там еще и сода ну сода у меня есть но по скидке была взяла душа соды много не бывает что 300 чем-то гривен потратила но это все